Валерий Москаленко живет на улице Январская не один десяток лет. Всегда следит за чистотой. Но в случившейся ситуации телефонные звонки и разговоры бессильны. Горожане обратились к телеканалу ЗАП-ТВ. Встали возле моего дома. Два часа стояли. Свет перед этим они отключили. Видимо, ребята приехали работать, но было холодно. Собрался, как говорится, выйти пошевелить их, чтобы они начали работать. Пока собирался, работать начали. Через час работа прекратилась. Ребята уехали. Время уже было третий час. Мы сидели без электроэнергии. У меня твердотопливный котел, который запитанный, как электрики. В общем, обеда нет. Котел уже остывает. Звоню диспетчеру. Диспетчер говорит, что идут плановые работы. Я ему сказал, что никаких работ не ведется. На улице никаких машин нет. Действительно, через пять минут появились сотрудники компании «Читаэнерго», которые продолжили пилить макушки деревьев. Фактически, работу они не доделали. Обещали, что верхушечки попилим и тому подобное. Работу они свои не доделали. И после себя оставили все, что в коллектор они напилили, все они побросали. И сегодня ровно 40 дней, как вот этот бардак лежит. Также жители улицы Январская возмущены тем фактом, что ночью без предупреждения выключается свет. Опять же, благодаря энергетикам нам пришлось в твердотопливном котлу покупать инвертор, который стоит 10 тысяч, плюс большой аккумулятор часов на шесть от КАМАЗа. Потому что, не дай бог, они отключат. То есть мы уже в декабре-январь, вот самые морозы, мы уже ждем со страхом. Время час подходит, второй час подходит. Значит, в любой момент они могут отключить. Валерий Москаленко добавил, в домах живет много пенсионеров, которые не в состоянии сами справиться с таким количеством мусора. Также напомнил о том, что жители исправно платят за услуги, то есть действуют в рамках законодательства. Почему кто-то в свою очередь должен его нарушать? Мы взяли комментарий у компании «Читаэнерго». Работа продолжается вдоль домов 14-16, будем допиливать. Ну и, соответственно, после этого уберем остатки. Мы там работаем, выбрали, сначала очистили вдоль высоковольтной линии, там убрали. Если вы там на месте были, вы видите, что там с этой стороны нечетных домов. Там чисто все. Сейчас работы ведутся со стороны четных домов. 12-й, 14-й дом убираем, сейчас убирают. А остальное, соответственно, продолжим работу и уберем. До конца недели, я думаю, там полностью работу завершим. И будет все убрано. Действительно, после разговора с представителем «Читаэнергосбыта» в редакцию позвонил Валерий Москаленко и сообщил нам, что прямо сейчас начались работы по уборке веток. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Ух, оттенка. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Техщик. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина. Энастасия Шадрина.